Программу «Арсеньевская карта» распространят на детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Также прорабатывается вопрос об организации для них летней смены во Всероссийском детском центре «Океан». Такие поручения дал губернатор края Олег Кожемяка на приёме граждан. Соответствующим вопросом к нему обратилась руководитель благотворительного фонда «Надёжный тыл» Алена Штыбина. Кроме того, по словам министра культуры и архивного отдела «Приморье» Елены Бронниковой, в этом году в цирке Владивостока для детей военнослужащих забронированы две новогодние ёлки. «Очались мы по поводу организации детских каникул зимних, весенних и летних детям военнослужащих и мобилизованных участников СВО. Зимой – это предложение горнолыжной туры, туристические поездки по местам славы города Владивостока, театры, детский кукольный театр, театр молодёжи. У нас есть возможность, ну, дети, знаем жён, знаем детей, у вас есть возможности предоставить, ну и мы будем в таком ключе работать». «Вот Арсеньевскую карту, которую запускают в 2023 году, мы по ней работаем с семьями военнослужащих?» «Не могу сказать, но надо проработать». «Давать вот эту Арсеньевскую карту, я думаю, что 2023 год должен в полной мере охватить именно, в том числе, эту категорию». «Отлично. Ну и про губернаторскую ёлку тоже, да?» «Всё, да. Тут забронировали в цирке две ёлки, одна полностью под детей, мобилизованных, военнослужащих, все, кто там». «Мы забыли сказать, да, уточнить про детский лагерь «Океан». Вот по просьбе выделить там смену детям военнослужащих и участникам в ёлок на лето, на летний период, в детский лагерь «Океан». Обратиться уже сейчас к ним, чтобы с просьбой они нам выделили на лето места детям. Чтобы мы уже сейчас заранее знали, мы подготовили списки детей, которые могут поехать в детский лагерь «Океан». «Хорошо, мы тогда подготовим обращение соответствующее на Министерство просвещения. Алина, нужно сейчас сказать, Ирина Николаевна, чтобы подготовили такое обращение Шимоновой. И мы проговорим с ними, я думаю, что они нас поддерживают».